Спасибо большое, Андрей, за добрые слова. Друзья, приветствую всех вас. Как хорошо провести время вместе в праздничный день, выходной день. Но для нас же это всегда повод собраться для того, чтобы Богу поклониться и обсудить важные истины для нашей христианской жизни и для семейной жизни. У одного из известных западных проповедников была серия лекций, проповедей, которую он назвал «Фокусе семья». Это в корне неверный подход, потому что в фокусе живой, вечный, благословенный Господь. И только когда наша жизнь организуется вокруг него, вокруг отношений с ним, все сферы этой жизни приходят в порядок. Это называется христоцентричная гармония. Согласны со мной? Тогда под этим девизом, лозунгом мы будем двигаться дальше. Да, я здесь с своей супругой Надеждой. Мы в браке почти 28 лет. Епископ Андрей, мы за вами стремимся. Догоняем, но, наверное, никогда не догоним. Пятеро детей в нашей семье. Старшей дочери 23, она замужем, живет в Великом Новгороде. Данилу 22 года, исполнилось буквально 3 дня назад. И он служил в армии, занимается частным бизнесом, работает сам на себя. Потом идет Тимофей. Ему 18 лет. Да, он мастер спорта уже в свои 18 лет, но учится сейчас в колледже еще. Четвертый и пятый – это девочки. И мы схитрили, надо сказать, потому что они двойняшки у нас. Вот, решили ускорить программу деторождения и появились на свет прекрасные двойняшки, которым сейчас 12 лет. Мы не очень многодетная семья. Ну, на самом деле так посерединке. Пятеро детей – это же посерединке, правда? Это в государстве считается, что трое детей – это уже многодетная семья. Но мы-то верующие люди, особенно те, которые давно верующие, из старых церквей. Мы-то знаем, что нормальная многодетная семья – это 8-10 детей. Я помню, было в одной общине в Соединенных Штатах на севере Сиэтла. Большая церковь такая, довольно консервативная. И беседую, значит, с одним из служителей. Он мне говорит, слушайте, ну, у нас, говорит, вот сидит самый молодетный пресс-фитер. Вот он. Я спрашиваю, да, а сколько у него же детей-то? Он говорит, ну, 9. Назревает следующий вопрос. Тогда какова норма? Он говорит, ну, 15-17. Вот это я понимаю, братья и сестры. Вот это многодетность с большой буквы. Поэтому у нас пятеро, и мы так посерединке еще. Кстати, я не считаю, что, обладая ответами на все сложные вопросы, связанные с семейной жизнью, и этих вопросов по-прежнему остается много. И я не думаю, что сегодня мы обретем окончательный ответ на эти вопросы. И если количество вопросов лично у вас увеличится, я буду считать это достижением. Хорошо, когда человек живет с вопросами. Когда он в поиске? Вообще, воспитание детей, по моему глубокому убеждению, это как прогулка по минному полю. Ты никогда не знаешь, где рванет, во-первых. Во-вторых, не можешь расслабиться ни на секунду. Ошибка в этом процессе недопустима. Так же точно и с воспитанием детей. Это процесс, который нельзя пускать на самотек. Нельзя поставить на паузу. Расслабиться на годик нельзя. Даже на месяц нельзя. Всегда в режиме ручного управления. Итак, благослови нас Господь. Мы говорим о семейной жизни. И первое заявление, которое я хотел бы сделать. Семья должна быть прочной внутри. Существуют устройства, предметы, предназначенные для воздействия на окружающий мир. Мы берем бензопилу и разрушаем дерево. Используем строительный инструмент для того, чтобы пилить бетон. Чтобы вколачивать. Чтобы производить воздействие, которое причиняет разрушение материалу. И с другой стороны, существуют материалы, основная задача которых сопротивляться агрессивному воздействию внешних факторов. Огнеупорные материалы должны выдерживать воздействие высоких температур. Из них изготавливают здания, специальная техника. Кстати, я живу в городе, который называется Асбест. И в нашем городе добывают минерал. Слышали про Асбест? Он как бы огнеупорный, естественный минерал. Вообще не горит. Существуют материалы, используемые в строительстве. Их задача сопротивляться воздействию внешней среды. А это воздействие тоже бывает разное. Когда вы заливаете фундамент, используете арматуру. И металлическая арматура, например, она гнется, но она растягивается. Она с трудом сопротивляется воздействию, направленному на растяжение. Зато арматура из стекловолокна, она не тянется вообще, но ломкая. На изгиб она не может сопротивляться. Есть материалы, которые должны сопротивляться давлению. Алмаз невозможно сдавить, но удар разрушает его, и он рассыпается, как стекло. Материалы некоторые предназначены для того, чтобы сопротивляться кручению. В общем, много разных материалов, они используются в автомобилестроении, в авиастроении, везде, в промышленности вокруг нас. Человек придумывает новые и новые, прочные материалы. Без них невозможно существование техники. Семья должна быть прочной внутри. Польский социолог Зигмунд Бауман в результате исследований изменений культуры современного западного общества пришел к выводу, что мы находимся в статии перехода от классической системы культуры к системе нового типа. И один из маркеров этого перехода – это крушение основных опор общества. Друзья, социальный каркас современной западной цивилизации демонтируется. Этот каркас строится на трех основных опорах, будьте внимательны. Религия, семья и государство. И эти три понятия сейчас переживают трансформацию. Они рушатся, снижается качество. Этот же ученый назвал современное общество жидким, жидкий модерн, даже постмодерн. То есть общество, у которого нет формы, нет внутренней структуры, нет точек опоры. Оно принимает любую форму в зависимости от сиюминутной необходимости. И одна из линий опоры, упомяну, это как раз семья. Ломается привычное представление о семье. Внушаются внутренние связи, которые делают семью целостной. И вы понимаете, о чем я говорю. Первое – это уход от классического брака к сожительству, когда мужчина и женщина просто сожительствуют вместе, без обязательств. Это сожительство может быть эпизодическим. Сегодня одним, завтра с другим. То есть практикуется промискуитет, свободная любовь, когда как в стадии животных люди просто строят отношения на свободном принципе, без обязательств. Второе – это уход от гендерного подхода, когда нарушается половая идентичность, и люди меняют пол, то есть формируют отношения с представителями своего пола. И даже Господа Бога пытаются представить бесполым существом. Ну, Христа, в частности. Бог-то он и так бесполый, а вот Иисус Христос все-таки был в теле мужчины. Крушение привычного представления о браке – вот что угрожает современному обществу и церкви в том числе, потому что мы с этим обществом соединены. А это означает, нам нужна внутренняя прочность, братья и сестры. Семья вызывает большой интерес Бога. Во-первых, он имел диалог с семьей, даже согрешение произошло между мужчиной и женщиной, и согласитесь, вот эта социальная связь мужа и жены, она была задействована, потому что Ева подговорила Адама, Адам пошел у нее на поводу, и в результате случилось то, что случилось. Ненависть появилась между двумя братьями. Братоубийство, пролилась кровь. Каин и Авель. Конфликт, связанный с поклонением. В основу их конфликта легла религиозная идея, но это тоже между родными братьями. После потопа была спасена семья. Не учебный класс, не бригада мужчин с завода, не отряд военизированный. Семья была спасена. Большая семья, где были дети, где были родители. То есть Бог работает с семьей, и, как мы привыкли слышать, это такая ячейка общества, которая является базовой. Семья возникла прежде церкви, прежде государства. Семья – это то, к чему Бог приложил собственные руки. Он является автором брачного союза. В каком-то смысле он свел Адама и Эмбу, он первым сводником был, Господь наш, и он соединил их вместе. Поэтому семья. Позволю себе выделить главное, что является внутренней основой семейной жизни. Многое важно для гармоничных и счастливых отношений между мужем и женой. Безусловно, любовь, как мы привыкли утверждать. Да, важно, чтобы муж и жена соответствовали друг другу, и это следует понимать молодым людям, которые готовятся к вступлению в брак и подыскивают себе подходящую половину. Важно, чтобы какие-то естественные основы для семейной жизни были выстроены правильно. Все это, безусловно, важно. Но что является главным цементом? Что является основным суперпринципом, который позволяет построить успешную семью? Как вы считаете, братья и сестры, что? Вот тот главный стержень, вокруг которого формируются системные семейные отношения, что является главным? Да, в этом мире мы превозносим любовь. То есть вообще светское общество, современное общество, оно культивирует понятие любви, счастья, удовольствия, как будто бы человек существует для этого. Он живет ради удовольствия, он живет ради счастья. И слово «любовь» тоже есть в понятии счастья и удовольствия в представлении современного человека. Любовь – это что-то, что является таким запредельным состоянием для мужчин и женщин, желаемым, состоянием, о котором они мечтают. Любовь, и она, безусловно, нужна в браке. Но она ли является основой? Вообще человек культивирует состояние счастья. Это очень новое понятие, оно появилось буквально в 20 веке, потому что раньше люди о счастье не думали и к нему особо не стремились. Европейское общество находилось под влиянием идеи спасения. Христиане спасались. Причем они представляли себе спасение, как переживание, которое они получают при переходе в вечность. В вечности человек желал спастись. Ну а земную жизнь, краткосрочную, рассматривали как подготовку к этой вечности, как такую земную суету, тяжелую, обремененную, суету, которая содержит в себе много трудностей и боли. И это нужно перетерпеть, переждать, чтобы войти в вечность и насладиться блаженством в присутствии незримого Господа. Земная жизнь, она не предполагалась для счастья. И люди это понимали, но люди хотели спастись. 20 век изменил мировоззрение европейца. И теперь люди считают, что если человек несчастлив, то он как будто бы даже и не человек. Как будто бы не реализуется его основное предназначение. Ведь моя миссия лежать под пальмой на острове и упиваться счастьем. Вы не испытываете напряженной эйфории. Что-то с вами не так. Вы что, не переживаете ежедневно с утра такой яркий экстаз? Что-то с вами не так. Вам нужно срочно помочь. Пожалуйте к фитнес-инструктору, нутрициологу, массажисту, психотерапевту. Нужно поправить вашу жизнь. Вам нужна помощь, потому что человек создан быть счастливым. И общество культирует это понятие, хотя по большому счету, ну что такое счастье? Это что? Вы счастливы? Вы бываете счастливы? Ну это ведь не уловимое состояние, согласитесь. Мечтал о хорошем автомобиле. Стремился, зарабатывал, откладывал, копил, голодал. Потом сел в него и понял, я счастлив. Покатался день, второй, третий и зафиксировал другое состояние. Привык. И уже нет вот того острого ощущения, радости, удовольствия. Поездил еще неделю, стал замечать недостатки этого автомобиля. Это такое неуловимое. Вот эта птица счастья, она всегда ускользает из рук человека. А может быть, счастье это не состояние, это процесс? Знаете, как говорят, есть состояние гомеостаза, это состояние равновесия жизненных сил человека. И вот вы сейчас сидите, как вы считаете, мышцы ваши расслаблены или напряжены? Некоторые напряжены, а некоторые расслаблены. Это позволяет вам занимать определенную позу. Но если все мышцы расслабятся одновременно, человек сползет со стула и в такой неприличной позе где-то на полу разгляжется. Маленький ребенок, который еще не научился ходить и даже не научился сидеть. Вы видели, как он совершает первые движения? Очень неловко. Он пошатывается, потому что его мускулатура ищет вот то состояние равновесия, состояние гомеостаза. Наверное, счастье человека это не состояние полного покоя, это не состояние сытого набитого желудка, это не состояние максимального возбуждения эрогенных зон. Счастье это не состояние какого-то инсайта интеллектуального, это состояние равновесия жизненных сил. И оно возможно не только в покое, скорее стремлении, в пути, в действии, это процесс. И хорошо, когда человек периодически это состояние, ну достигает его, этого состояния счастья, но оно невозможно всегда. Невозможно. Я веду к мысли, что несчастье является главным назначением брака, не оно является основой отношений внутри семьи, не оно. И уж точно не эмоциональное удовлетворение. Потому что понятие любви я отношу тоже к этой области. Это явление эмоционального характера. Эмоции изменчивы. Человек не может находиться в одной эмоции длительное время. Им свойственно возникать, появляться. Степень напряжения эмоций меняется. Поэтому основывать на эмоциональности наши отношения внутри брака опасная стратегия. Я предлагаю вам другой вариант. Другой. Основа брачных отношений это завет, согласие, договоренность, которую формирует верующий человек с другим человеком. Давайте рассмотрим ситуацию из Ветхого Завета. Мы текст открывать не будем. Я вам напомню этот сюжет. Иаков, Лаван и жены Иакова. Лиа и Рахиль. Иаков был персонаж особенный, хитрый, такой хороший шахматист, любил разные многоходовочки. Он быстро расправился с своим папой, с своим старшим братом. Мама им помогла. Кстати, знаете, почему мама помогала Иакову? Исаф, это ведь тоже ее сын так-то. Они же тоже были двойняшки. Мама должна была бы Исава любить. Ну а почему она действовала против интересов Исава? Кто знает ответ на этот вопрос? А? Потому что ей очень не нравились две жены Исава. Там сноха была одна, вторая, обе хитиянки. И написано, они делали жизнь Ревеки сложной, трудной, невыносимой даже. И она пыталась от них избавиться. Таким образом. Ну это случайная деталь в этой истории. А важно другое, что Иаков, он привык решать проблемы хитростью и вроде бы родственников всех обел вокруг пальца, но потом столкнулся с Лаваном. А тот был мужчина опытный и подготовленный к разного рода подковерным интригам. И он так организовал свои отношения с Иаковом, что задержал его на 14 лет возле себя. У Иакова была цель. Вектор его усилий был направлен на достижение независимости. Этот мужчина хотел стать независимым, самостоятельным. У него развивался бизнес, он был успешен. Он использовал там разные секретные технологии для того, чтобы его скотт размножался быстрее, чем скотт Лавана. И он в этом преуспел. И скотт размножался, и имущество росло, и достаток увеличился, и все было четко у Иакова. И ему стало тесно рядом с Лаваном. Можно его понять. Зрелый мужчина хочет самостоятельности. Вполне естественно для него. Чего хотел Лаван? Куда был направлен его вектор усилий? Все просто. Он желал сохранить дочерей рядом с собой, чтобы они не уезжали, чтобы не покидали его, чтобы ему скучно не было на старости лет. Он хотел воспитывать внуков, правнуков, нянчить всех этих малышей. И важно было, чтобы Лия и Рахиль, дочери, которых он горячо любил, оставались рядом с ним. Его пугал синдром пустеющего гнезда. Я тоже хочу, чтобы дети оставались рядом со мной. И нахожусь в состоянии борьбы между осознанием независимости, которую важно детям обрести, и отношениями с ними. Синдром пустеющего гнезда. Кто переживал подобное? Когда дети выросли и уехали, и вам вдруг их не хватает. У нас пятеро, и дома бывает шумно. Наверное, поэтому мы построили большой дом, чтобы всем было место, и чтобы не было слышно этого шума. И я ценю акустический комфорт. Когда я думаю, работаю, читаю или пишу, мне важно, чтобы было тихо. И гавкающая собака за окном – это большая пытка для меня. Я иногда завидую людям с ослабленным слухом. И нередко в поездках использую беруши, кстати. А в самолете у меня всегда наушники, и там музыка играет христианская. И поэтому детей, я человек, который ценит акустический комфорт, приучил их вести себя правильно. То есть в вечернее время суток они ведут себя тише, ночью успокаиваются. И вообще, когда я работаю, я иногда могу сообщить семье, что, пожалуйста, не отвлекайте меня, потому что мне нужна тишина. Но вот наступило время, когда все дети разъехались. Кто к бабушке, кто в поездке. И дома нет никого. И первые 10 минут мы с женой наслаждаемся уединением и покоем. Через 15 минут наступает состояние тревоги. А через 30 минут паника. Вдруг чего-то не хватает. И эта тишина становится давящей, агрессивной. Правда? Срочно верните мне моих детей. Это про синдром опустевшего гнезда. Родителям трудно пережить, когда дети покидают дом. Лавану тоже было трудно это пережить. Он хотел, чтобы они всегда были рядом с ним. Это нормальное желание? Да, полностью нормальное. Я дедушку понимаю абсолютно. Чего хотели жены Иакова, Лия и Рахиль? Ну, на самом деле, они действовали в интересах мужа и в интересах собственных детей. Раз они связали свои судьбы с ним. Они тоже были готовы оставаться с мужем, с Иаковом, покинуть дом ради комфорта, ради семейного устройства. То есть, мы встречаем ситуацию, в которой члены большой семьи имеют разные векторы. Они действуют в собственных интересах, но их интересы не совпадают друг с другом. Как быть? А, кстати говоря, библейская семья, она большая. Но под этим словом подразумевается, что семья включает в себя дедушек, бабушек, родителей, внуков и правнуков. Еще и слуг и рабов она включала. Наши семьи называют нуклеарными. Мы уже не живем с родителями. Ну, редко родителей берем, когда они пожилые, когда дохаживаем их. Это большое благословение, это нужно и необходимо делать, конечно же. Но у нас семья разделена. Дедушки, бабушки отдельно и дети с внуками отдельно. Нуклеарная, частичная семья. Ветхозаветная семья большая. Дети Иакова впоследствии, когда уже они перемещались в Египет, взрослые были. Взрослые. И тем не менее они действовали в соответствии с пожеланиями отца. Как он скажет, так этих 12 детей и делали. Все они наклонили свои головы, когда он готовился перейти в мир иной. Попросили его благословения, выслушали его пророчества. все. Вот это большая семья, она патриархальная. В нашей западной культуре уже нарушено это, а вот восточная культура, во многом исламские даже страны, они сохранили этот компонент в себе. Хабиб Нурмагомедов, известный поединщик, ушел из большого спорта. Почему? Мама сказала. Отец просил его это сделать, и потом мама его напомнила. Чемпион не проигрывал, заработал много миллионов долларов своим увлечением. Мама сказала, и он ушел из большого спорта. Все. Вы видели много людей в нашем славянском обществе в 40 лет, которые мама сказала и сын. А вот ветхозаветная семья, она была такая, большая. И вернемся к ситуации с Яковом и Лаваном. Как они решают этот конфликт? Конфликт назрел. Яков понял, что его не отпустят добровольно, и он тайком, хитростью как-то раз и улизнул из крепких объятий Лавана. Забрал детей, имущество, скотство и улизнул. А дочери его еще идолов прихватили. Что-то он плохо занимался духовным воспитанием. они продолжали еще поклоняться языческим богам и прихватили идолов. Когда об этом узнает Лаван, он страшно расстроился. Вооружил свою армию небольшую, догнал Якова. И помните, что он говорит ему? Он говорит, что ты сделал? Зачем ты это сделал? Ты украл мое сердце. Слова, наполненные силой эмоциональной. Он говорит, ты украл мое сердце, ты меня так сильно обидел. Яков, зачем ты так поступил? Ведь это внуки мои. Зачем ты тайком ушел? Да сделали бы праздник, закатили бы пир горой, благословили тебя в дорогу. Зачем ты так вот тайно ушел? А Яков говорит, слушай, ну я же понимал, что ты меня по-доброму не отпустишь, что ты любыми способами будешь удерживать нас. И у них возник конфликт, сложный конфликт. И вот, внимание, как эта большая ветхозаветная семья разрешает эту конфликтную ситуацию? Они заключают завет. они формируют договоренность, приходят к соглашению, приносят нужные жертвы, делают это пред Богом, призывают небесного Господа во свидетели, делают это молитвенно, они заключают завет. завет это основное понятие для отношения человека с Богом. Даже наш сборник священных текстов, мы называем Новым Заветом, так и сказал Спаситель, подавая чашу своим ученикам, это завет в моей крови. Дорогие христиане, Бог не нарушает свой завет. И ветхий, и новый. Сколько раз евреи предавали его, сколько раз они отступали от путей Господней, сколько раз они не оправдывали ожидания Господа, но он остался верен. Всевышний их поправлял, дисциплинировал, проводил через разные сложные исторические уроки, но он остается верен этому завету по сей день. Он хранит свой народ, он любит Израиль. Да, у этого народа самая сложная история, потому что у этого народа самый искусный педагог. Но Бог верен своему завету, он верен новому завету, заключенному с человечеством через Сына его Иисуса Христа. Верен, не нарушает его. Мы с вами не всегда тоже оправдываем Божьи ожидания, правда? Ошибаемся. Человек плотян, продан греху, по основе своих дефектен. Не всегда мы храним нашу чистую совесть и снова идем к Богу, склонив голову и умоляя о прощении и милости, но он остается верен, прощает, влечет нас в вечность, ведет нас в святое небо, он верен своему завету. Если Бог сказал да, это значит да. Слово, обещание. Помните, как написано, где вы клесясте, да? Даже если поклялся неправедному, неверному, исполни свою клятву. Так говорил Господь, вообще не надо клясться, потому что клятва это что-то церемониальное, это какая-то пафосная речь, длинные сложно подчиненные предложения, да? Он говорит, давайте все проще, пусть твое слово будет твердо, каждое слово. Если сказал да, не меняй, пусть всегда будет да, сказал нет, значит всегда пусть остается нет. опять же ситуация с Исааком и Исавом, помните, когда Яков украл благословение? Украл благословение, притворился Исавом, пришел обложенный шкурами, папа так и не узнал его, хотя подозревал, потом понюхал, говорит, точно Исав, одежда такая, пахнет мужчиной, брутальным. И поверил и украл Яков благословение, потом приходит Исав, ему было 40 лет уже, он был зрелый мужчина, и написано, когда он понял, что произошло, разобрался в ситуации, он поднял вопль, он громко плакал, кстати, Исаак, когда сам понял, что его обманули, написано, вострепетал сильным трепетом, его тоже это возмутило, а Исав, он уговаривал папу, он говорит, отец, ну неужели у тебя одно благословение, ну и мне-то тоже дай, отец говорит, слушай, я не могу, отец, ну он меня уже два раза запнул, первородство мое, воспользовавшись моей душевной слабостью, забрал, а сейчас и благословение украл, да он грешник вообще, ну просто, мошенник, отец, ну неужели у тебя нет для меня благословения, нет сынок, ты будешь теперь служить ему, я тебя отдал ему, он будет лидером, сын умоляет, а отец, который произнес слово благословения, отказался менять свое слово, вот каково представление ветхозаветнего Божьего мужа о ценности слова, слушайте, современный человек переобулся бы уже двести раз, правда, я бы тоже, может, что-то переиграл, переобъяснил, а, вы меня не так поняли, я имел ввиду вот это и это, мы привыкли к тому, что слова легки для нас, они ничего не стоят, ну, мы живем в таком насыщенном информационном пространстве, где слова это инструмент в основном для, не знаю, в обмана, что ли, для пропаганды, мы привыкли к тому, что лидеры современного мира, то есть, меняют свои слова очень легко, мы к этому привыкли, но в глазах Божьих не так, должно быть не так, и слово Божье учит нас нести ответственность за свои слова, и если мы вступаем в завет, следовать этому завету, даже когда это противоречит моим интересам, даже когда, как говорят христиане современные, меня это не благословляет, даже когда это мне вредит, я следую завету, в который вступил, и если этот завет одобрен Богом, совершен пред Ним, освящен церковью, это основа основ, которую нельзя нарушать, завет, братья и сестры, нам нужно обновлять этот завет, держать его в середине наших отношений, помнить о нем, беречь его и хранить изо всех сил, согласны со мной? В современном обществе появилось такое понятие, как культура отмены, вы можете прочитать об этом, загуглить, найти об этом информацию, это феномен, который вошел в политическую жизнь, это модное понятие среди молодежи, то есть возникло представление о том, что жизнь мог начать с нового листа, просто забыть все, что было, до этого отменить, все старое, все предпосылки, всю историю вопроса, отменить, все, как будто и не существовало, сказать себе, я начинаю жизнь заново и начать с чистого листа, и на предыдущей странице оставить людей, друзей, сотрудников, вообще все, что было, полностью оставить там, порвать все социальные связи, то есть все, что обременяло, мучило меня, все оставить там и вот как бы снова отменить все предыдущее, этим пользуются политики, отменяются законы, которые раньше действовали, отменяются, установки, соглашения, просто все отменили, вот, и как будто бы это нормально, перезагрузка, такой апгрейд жизни, культура отмены, и эта идея, она противоположна библейской идее завета, завет навсегда, братья и сестры, на всю жизнь, это какое-то, ну, хитрое дьявольское изобретение, культура отмены, как будто это похоже на покаяние, но это другое, когда отменяется без извинений, без расплаты, без покаяния, без сожаления, даже с какой-то жаждой, с соревновательной жаждой, просто забыли все старое, все обязательства, ну, все кредиты списали, короче говоря, физическое банкротство, банкротство физического лица, все, я никому ничего не должен, я вам ничего не должен, всем, кому я должен, всем все прощаю, я свободен от обязательств, от долгов, свободная личность, культура отмены противоположна завету, предлагаю вам еще одну важную идею, на мой взгляд, важную, говоря о браке, и не только о браке, о семье, и о церковной жизни в целом, мне кажется, это очень важная мысль, будьте любезны вместе со мной, Евангелие от Матфея, 6 глава стихи 19 и 21, Я прочту этот текст, Матфея, 6 глава, с 19 стиха, Божий Сын говорит, не накапливайте сокровищ на земле, где тлен и ржавчина разрушают, их и воры подкапывают и крадут, так, у меня перевод не тот, сейчас синодальный включу, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше, вроде бы понятный текст с одной стороны, но мне кажется, в нем есть глубокий смысл, я жил с ощущением, что не до конца понимаю, о чем здесь говорит Христос, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше, то есть сокровище, или то, что человек считает сокровищем, то, что он ценит, то, чему человек придает особенную значимость своей жизни, соединено с его внутренним миром, связано с его сердцем, и как будто бы перемещение этой ценности зависит от решения самого человека, Господь говорит, где будет ваше сокровище, мое сокровище, не абсолютное сокровище, не то, что является таковым в Божьих глазах, а то, что я назначил сокровищем в собственной жизни, где вот это мое субъективное сокровище, там будет и сердце мое, оно связано с моим сокровищем, причем то, что человек ценит, не всегда совпадает с тем, что Бог считает ценным, согласны со мной? Итак, о чем же здесь говорит Иисус Христос? Где будет ваше сокровище, там будет и сердце ваше. Дело в том, что ценности в человеческой жизни измеряются не только экономической линейкой, есть еще и психологическая шкала для измерения ценностей. Я объясню. То, что сегодня для меня важно и значимо, завтра вполне возможно, не будет значимым. А через какое-то время это может вообще обрести отрицательную ценность. То, что важно для одного человека, ради чего он готов на многое, для другого человека может оказаться совсем незначимым. Так ведь? Я помню, как впервые сел за автомобиль и управлял москвичом 408 белого цвета. Это был папин автомобиль. И он его очень ценил и берег. Потом у нас появил, у меня появилась девятка российская. Но папа считал, что его автомобиль намного лучше. Это на мой, он мог поставить ведро. Но если я смел косо посмотреть на его ласточку, он мог за это глаз высосать. И когда я впервые сел после этого москвича в девятку, мне казалось, вот оно чудо, отечественного автопрома, передний привод, а какая динамика разгона, управляемость. Я так был доволен. Прошли годы, и у нас появилась Мазда, протеже, притащили машину из Соединенных Штатов. И я наслаждался. Я понял, что девятка это все-таки прошлый век, а вот японская машина это качество. Пригнали ее для продажи, чтобы извлечь коммерческую выгоду и улучшить жилищные условия. И нужно было ее продать, но мне так не хотелось это делать. А Надежда подталкивала. Алексей, надо. Ну, нам нужна квартира больше. Продавай. И знаете, как я решил эту проблему? Я говорю, Надюш, ну, мы отъездим уже два месяца на Мазде, а давай-ка прокатимся один раз на девятке хотя бы. Напоследок. Прокатились на девятке, и Надежда говорит, нет, слушай, я не готова вернуться. Все-таки Мазда остается. Да. Странно. Когда-то для меня был ценным один автомобиль, потом другой, потом третий, и вот тот первый, он совсем не является ценным сейчас. Моя субъективная оценка этих факторов меняется. От чего же она зависит? Почему я что-то считаю ценным, важным в своей жизни, а другое нет? Нет. И есть такое наблюдение. Если человек на что-либо тратит свою жизненную энергию, свое время, свои ресурсы, свои финансовые средства, это он автоматически считает ценным. И напротив, то, что дано нам даром легко, то, ну, ради чего мы не трудились, как-то внутренне, ну, мы психологически почему-то не ценим. Сколько фотографий в вашем телефоне? Я посмотрел недавно, я обычно лечу в самолете, удаляю лишнее, и я с ужасом обнаружил, что у меня 13 тысяч фотографий. И около трех тысяч видеофайлов. И, кстати, телефон детям нельзя давать, потому что после них там вообще палец устает все это удалять. Но когда-то я занимался фотоискусством, ну, высоко звучит, конечно. Так, черно-белые фотографии изготавливал. И я был единственным в нашем классе, в школе, единственным человеком, у которого был фотоувеличитель. Да, у меня был фотоаппарат смена за 15 рублей в начале, а потом был зенит-ед, подаренный родителями. Я его дал кому-то попользоваться и забыл, кому дал. И этот человек тоже забыл, у кого взял. И я печатал фотографии. Послушайте, когда вы фотографировали на пленку, у вас было только 36 кадров. Это в лучшем случае. А еще существовали пленки с 12 кадрами. И это сейчас мы можем раз, 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 то есть в разных вариантах, с такой экспозицией, с такой. А когда у вас всего 36 кадров, и кто-то испортил кадр, скосив глаза или показав соседу рожки, это приводило фотографа в ярость. А еще, если случайно человек пытался проявить пленку и засветил ее, это вообще трагедия жизни. вернулись из отпуска, там в Ялте отсняли все, приехали домой и засветили пленку. Это дело-то не быстрое, потому что вы пленку вставляете, там все в темноте делается, это так непросто. Проявляете, сушите, потом зажигаете красный фонарь, зашториваете плотной тканью шторы, чтобы достичь абсолютной темноты, и вот увеличить, или там разные реактивы, растворы, долго все. Ну, от момента, когда вы отсняли пленку, до момента, когда появится фотография, но два-три дня проходило, это сложный технический процесс, это друзья приходили ко мне просто наблюдать за этим волшебством, и потом вы берете в руки эту фотографию, она там недопроявленная, серая, волоски на ней видны, потому что вы линзы не протерли хорошенько, но такая радость сделал сам. И мы ценили эти фотографии, вставляли фотоальбом, и мы бережем их до сих пор, у многих из вас они есть дома. А что сейчас с этими цифровыми, скажите? А, сотню туда, тысячу туда, мы не ценим все, это перестало быть ценностью для нас. Никак раньше. Раньше я трудился для этого результата, и потом эти результаты берег, очень берег. Еще одна иллюстрация, ну вот, Новый год, вы его празднуете? А Рождество? А что больше празднуете? Слава Иисусу Христу! Когда-то после великой, называют ее Великой, социалистической революции, когда сменилась идеология в нашем государстве, правительство решило вытеснить праздник Рождества, и придумали Новый год. Абсолютно пустой искусственный праздник, выдуманный на ровном месте. Вот это мифологема, которая должна была победить дух Рождества. И надо сказать, что они этого результата достигли. Я вспоминаю свое советское детство, я вырос не в крестьянской семье, и Новый год был праздником номер один. Последние месяцы зимы мы жили просто для того, чтобы случился Новый год. Запах мандаринов в моем сознании до сих пор ассоциируется с елкой в доме. За две недели открывался детский мир, мы шли за мишурой, за этим дождиком, там игрушки трех видов украшали, потом картонку мочили, замораживали, чтобы кататься в новогоднюю ночь, и все, и вот это чувство триумфа, вот этот праздник, вы знаете, его создавали специально, искусственно, долго, наращивая вот это напряжение предпраздничное, и Советскому Союзу это удалось сделать. И они этот праздник придумали и создали, и народ его ценил, и получал радость, получал удовольствие. Почему? Длительное ожидание, длительный путь, вот эти многие затраты сделали этот праздник в сущности своей пустой, ведь это просто календарная дата. Никаких глубоких смыслов не заложено. Мультяшные персонажи в виде Деда Мороза и прочих там товарищей, пляшущих вокруг елки. Пустой в сути своей праздник. Но народ получал в этот день действительно радость и отдых. Зачем Господь придумал ветхозаветнюю религию? Со священниками, храмами, жертвами. Это все для чего? Как вы думаете? А? Ну есть же ответ какой-то. Зачем? Она ведь сложная, эта религия, да? То есть жертвоприношение. Три раза в год мужчина должен был совершить паломничество в Иерусалим. Обязан. И, кстати, они тратили на содержание этой религиозной системы не 10% от своих доходов, а существенно больше. Потому что к десяти не добавлялись там другие еще разные виды финансовых пожертвований. Жертвы сами добавлялись. Считаю, что около пятой части уходило от доходов человека на содержание храмового служения. Приходили туда, вот двор, в котором священники приносили жертвы, еврей мог зайти и передать жертву. Священник часть отрубал себе, часть он сжигал как жертву. Дальше народ уже не мог пройти. В святилище входил только священник. Там уже другая обстановка, другие материалы, там тоже жертвы, возлияния совершались, светильник стоял. Только специально подготовленные люди. И этих людей весь народ должен был содержать, финансировать. А в святое святых вообще только один человек входил. Ему за ногу привязывали веревку на крайний случай. И когда он входил во святилище один только раз в год, он совершал нужные ритуальные действия, окроплял ковчег кровью. Животных. Вот это все зачем? Скажите, зачем? Есть у вас версия? Зачем так сложно? И ради чего? Вот что было в сердце еврейской религии? Что в основе, в сути? Как вы думаете? Ради чего это все? Бога. Чуть уточнить, прошу вас. Серьезное отношение. Да, согласен с этим. Давайте эту мысль раскроем. Что в сердце иудейской религии, в основе? Ну, в средоточии что было? Ну, в храме что было в средоточии? Находилось. В центре святилища. Ковчег. А в нем? Да заповеди, братья и сестры. Богу нужно было, чтобы народ оценил его слово. В центре иудейской религии лежало слово Божье. Бог хотел говорить со своим народом. Он желал передать им себя, передать свое откровение, передать свои самые существенные замыслы в виде заповедей. Он дал им слово, которое регулировало их отношение между собой, внутри общества, и отношение общества с Богом. Слово. И они должны были это слово ценить, трепетать перед ним, дрожать перед Божьим словом, и исполнять это слово должны были. Но Господь, как самый лучший психолог, понимал, что если просто народу сказать, они уважать это слово не будут. Они не отнесутся к нему всерьез. Они не воспримут его, как что-то чрезвычайное в человеческой жизни. Поэтому Бог создал множество барьеров. Зачем? Чтобы повысить субъективную ценность своего слова в глазах людей. Ну, я не претендую, что эта идея, она главная. Просто мне кажется, это тоже один из факторов, для чего существовала вот эта сложная религия, которая упразднена сейчас, правда? Нет у нас. Вот в таких ветхозаветных священниках такого храма нет. Ведь только один храм существовал в Израиле, и только в нем можно было приносить жертвы. Но у нас есть небесное святилище, и доступ к престолу Божьей благодати открыт. И мы идем туда новым и живым путем через веру, братья и сестры. У нас все проще. И евреи действительно трепетали перед Божьей заповедью, которая была ограждена множеством барьеров. Мы выше ценим то, ради чего трудимся, на что тратим себя, свою жизнь, свое время. Выше ценим. Так человек устроен. Я веду к следующей мысли. Когда мы что-то декларируем ценным, когда мы произносим правильные слова, это вовсе не всегда означает, что это является ценностью в нашей жизни на самом деле. Мы просто так говорим. Просто так надо, так правильно. Просто церковная необходимость этого требует. Боже, мы ценим собрание, мы ценим семью, мы ценим моих сестер и братьев, мы ценим, мы ценим, мы ценим. А Господь, как тот самый Станиславский, иногда смотрит на нас и говорит, качая головой, не верю. На кого-то смотрит и говорит, верю. А на кого-то из христиан смотрит и говорит, ну, как-то лицемерненько все выглядит. Не очень верю. Потому что говоришь одно, поешь одно, а реально-то ты ценишь-то другое. Поскольку тратишь время, деньги, жизнь, таланты свои, харизму свою, тратишь на другое. На словах ценишь это, а в реальной жизни ты тратишь жизнь на другое. И желательно, чтобы то, что мы заявляем ценностью, совпадало с действительной ценностью. И нам надо эту ценность в жизни пересобрать, как бы развить, достигнуть, выстроить ее. И на это уходит вся жизнь, братья и сестры. Поэтому Христос говорит, собирайте сокровища, формируйте их, потому что то, что вы делаете собственным сокровищем, связано с вашим сердцем, оно магнитит к себе сердце. Сердце ваше привязано к тому, что вы цените. Так цените же, во-первых, то, что надо ценить. Во-вторых, цените это по-настоящему. И это точно не злато, не серебро, не материальные ценности, не многоценные одежды. Это не недвижимость, есть другие ценности, и надо привязать себя к этим ценностям. Как? Работая на них. На эти ценности. А иногда у людей бывают, ну, такие ценности, ну, как вам сказать, я бывал в святилище рыбаков. Там идеальная чистота, ровненько развешаны спиннинги и аккуратно, чуть ли не под стеклом лежат плесны. И не дай бог, вы одну заденете и уроните, потому что она привезена из Соединенных Штатов. И для человека это ценно. Но он потратил время, он потратил, как бы, энергию свою, деньги даже потратил. И он этим дорожит, это бережет. Понимаете? Это его, ну, как бы, субъективная ценность. Братья и сестры, вот есть в церкви младенцы духовные. Это люди, которым мы прощаем самое необычное поведение. В одной церкви в Швеции небольшое было богослужение. Маленькая трехлетняя девочка бегала между рядами и потом прибежала полностью голенькая. Все мило поулыбались и сказали, ах, какая прелесть. И богослужение продолжилось дальше. В нашей церкви иногда детишки приходят с игрушками маленькими, сидят на стульчике и ездят. Кто-то в проход выползет с игрушкой. Мы не удивляемся, но если сорокалетний брат возьмет машинку и поедет по проходу, это будет странно, не правда ли? Духовные младенцы это прекрасное состояние, прекрасный возраст, но мы им прощаем много. А есть зрелые христиане, чем они отличаются? Главное слово, которое характеризует зрелого христианина это ответственность, сама дача, да ведь? А существуют перезревшие еще. Слышали про них? Ну это как плод сорван из дерева. Надо сорвать вовремя, потому что если он остался на ветке и он уже перезрел, он уже был румяный, напитанный соками, в нем глюкоза, все, что нужно, фруктоза, все есть, пропустили момент и начался процесс внутреннего разложения. Вкус не тот, запах плохой, червь зашел, точит его, упало яблоко и получилась некрасивая лепешка на земле через несколько дней. Вот такие лепешки в церкви существуют. Это христиане, которые вобрали в себя духовные силы, познание, опыт, но пропустили момент, когда должны были начать служение, когда должны были начать процесс отдачи всех этих духовных благ другим людям. Пропустили момент и все это в них забродило, загнило, испортилось. Вот эти все полезные вещества, они портятся, начали, и человек, и человек перезрел. Что отличает перезревших людей? Они все знают и ничего не делают. Эксперты по всем вопросам, он точно знает, в какой цвет покрасить стены, он знает, как пастор должен проповедовать, как его жена должна выглядеть. По каким нотам хор должен петь, какие песни все знают, разбираются в межконфессиональных отношениях, континенты между собой мирят и разводят. Такие специалисты, все блоги просмотрели. И при этом палец о палец не ударишь, чтобы помочь собственной церкви реально послужить. Часто эти люди отличаются цинизмом, они такие критичные, они какие-то испорченные, они распространяют токсичные настроения вокруг себя, неприятные люди вообще. Если вы фиксируете в себе такое состояние, берегитесь, оно утащит вас вниз. Этот демон вырастит, и он поглотит вашу душу. Избавьтесь срочно от этого синдрома. Сегодня избавьтесь, если вы чувствуете, что вы перезревший христианин. Не, ну здесь-то нет перезревших, они все на YouTube нас смотрят сейчас. Простите всех, кто на YouTube, вы хорошие. У меня есть для перезревших рецепт, и он связан с тем, о чем я рассуждал сейчас по Евангелию от Матфея. Есть рецепт, как изменить свое отношение к церкви. Смотрите, приходите на собрание на час раньше, берете в руки лопату и чистите весь снег вокруг дома молитвы. И к началу богослужения у вас будет такой энтузиазм, и любой человек, который уронил фантик на входе в здание, вызовет у вас негодование. Приходите, не нравится, как хор поет, приходите вместе с ними на два часа раньше и молитесь за них просто. Нет, помогать им петь не надо, просто молитесь за них два часа. Уверяю, к первому аккорду к одиннадцати часам, вы духом исполнитесь больше всех остальных. Начните трудиться для своей церкви, отдавать себя, начните, тратить свою жизнь для созидания церкви, и тогда церковная жизнь, ее ценность повысится в ваших глазах, вы внесете вклад в нее, и вы будете больше ценить, что здесь происходит, вне зависимости от того, в какой цвет покрашены стены, как выглядят сестры на сцене, вне зависимости того, насколько нравится вам проповедь или нет, вы будете ценить все равно, потому что это ваша церковь. Так же точно с семьей и браком, братья и сестры. Брак нужно созидать, работать на упрощение вашего брачного завета, трудиться над воспитанием детей, трудиться над отношениями с любимым человеком, созидать, вкладывая время, вкладывая силы, свои способности, и свои финансовые средства, всего самого себя, потому что основа любви это самопожертвование. Мужчина, вообще-то, по словам апостола Павла, должен, как Христос, ради церкви пострадал на кресте. Мужчина себя отдает, он должен быть готов пожертвовать собой ради женщины. И когда он делает это регулярно, он эту женщину ценит больше и больше и больше. Почему Господь Иисус Христос ценит свою церковь? А он за нее жизнь отдал, кровь свою пролил. Поэтому он искупил церковь, невесту свою и ценит ее. Работать над созиданием семьи, это важно. Случается, друзья, вот вспоминая культуру отмены, когда отношения слабеют в браке, к сожалению, порой в семье снижается качество отношений. И люди не испытывают былой близости, тускнеет первая привязанность, исчезает восторг, меняется внешность, меняются условия жизни, могут возникнуть разные сложные трагические обстоятельства. И возникает мысль о том, что эти отношения, они как бы бесполезны, мы чужие люди, как будто бы. И порой мужчина делает апгрейд семьи, апгрейд жены. Ну, как бы седина в бороду, без в ребро, вокруг много прекрасных женщин. И почему бы не обновить? Мы же обновляем машину, да? Покупаем поновее, получше. Недвижимость обновляем, строим дом побольше, образование свое обновляем, одежду новую покупаем. Почему бы не сделать апгрейд жены? Жена постарела, пополнела, потеряла былую свежесть, привлекательность, а рядом есть как бы помоложе. И эта тенденция, она, к сожалению, пугает, потому что с завидной постоянностью происходят такие случаи. Когда встречаешь всякого человека, а с ним уже новая жена, оп, не виделись три года, что случилось? Апгрейд случился. но есть рецепт. Послушай, друг, ты смотришь на женщину, которая ходит там по фитнес-залам, массажистам, и она хорошо выглядит, а ты не думал, что можно это сделать со своей женой? Ну да, родила пятерых детей, да, изменилось тело, ну хотя у тебя тоже оно изменилось. слушай, а ты потратить на нее полтора миллиона на ее здоровье? Ну можно на машину потратить, а давай на жену, отправь ее на курорт, на имей массажистов, нутрициологов, всех там, косметологов, пусть обследуют здоровье, гормоны проверят, ты вложи в нее средства, с детьми поводись в это время, сам себе яичницу пожарь с утра, дай ей месяцок отдохнуть, и ты увидишь, это будет другая женщина, и после того, когда ты раз на нее потратил двести тысяч, потом еще триста, потом еще полмиллиона, ты ее так ценить будешь? На подлете всех кавалеров будешь отстреливать, понимаешь? Вкладывай в свое, повышай эту субъективную ценность, драгоценности, которую Бог дал в твоей жизни, трать на нее самого себя, ухаживай, люби, пусть любовь будет не пустая, не пустословная, пусть она будет деятельная, и тогда брак будет крепче, согласны со мной? Слушайте, ну для женщин тоже есть похожие послания, у них это по-другому штучка работает, их не интересует там особо внешняя сторона, и как бы другое, денежки подавай, денежки, ну по-разному люди зарабатывают, ну кто-то в бизнесе, кто-то начальник, кто-то всю жизнь просто хороший профессионал, он честный муж, он прекрасный человек, он замечательный христианин, ну заработок средний, а ей, видите ли, этой владычице морской, подавай шубу-то вот из того магазина, да, да и как бы аппетиты-то они вообще бесконечные, понимаете, вот, можно отдохнуть-то где-нибудь в Сачах там за сто тысяч, а можно где-нибудь там в Индийском море за полмиллиона отдохнуть, можно, в нашей семье была, в нашей церкви была семья, у них трое детей, хорошая была семья, и у них был сложный момент жизни, они переехали в другой город, потому что она хотела в столицу, пришлось там развивать бизнес, начинать с ноля, пошло тяжелее, это большой город, нужны другие капиталовложения, в принципе у них была квартира, они купили там квартиру, и он начал бизнес, но ему было трудно, она-то не работает, а он как раз работает, и он рассказывает мне, как случился этот надлом внутри него, пришли в магазин, и раньше он покупал сразу на несколько дней полную корзинку вообще, не смотрел на деньги, на ценники, просто полную корзинку грузили, увозили домой, несколько дней кушали, но в этот раз он сказал, у меня только 3,5 тысячи, нам нужно купить не больше, чем на эту сумму, ну набрали опять корзинку, там она положила, что хотела, и пришли на кассу, и денег не хватило, и она при всех людях в очереди говорит ему, что ты за мужик, что у тебя нет денег, оплатить продукт, ему и так тяжело, он и так все понимает, и вся эта ситуация не доставляет ему радости, он много работает, и это стрессовый момент для вообще их жизни, и он говорит, когда она произнесла эти слова, что-то сломалось в момент, и потом появилась другая женщина, которая назвала его хорошими словами, смогла утешить, подобрала ключики к его сердцу, обольстила, семья разрушена, и теперь эта женщина одна воспитывает троих детей, а он уехал за 3,9 земель и создал новые отношения, что-то сломалось, не рассчитала владычица морская, понимаете, передавила, ей нужно было богатого, состоятельного, а ты не хотела помочь, а ты не хотела морально его поддержать, он станет состоятельным, дай ему время, ну будь опорой в эти минуты, ну моральной поддержкой будь, ну созидай свои отношения, потерпи немного, пожалуйста. Курьезный случай случился на одном из семейных тренингов очень давно в нашем регионе, собрались пастырские семьи, и среди них была семья, в которой муж американец, ну он уже лет 20 жил в России, хорошо владел русским языком, а жена русская, он американец, она русская, и наставник этого события просил семейные пары обменяться комплиментами, и мужчины должны были произносить для женщин разные добрые слова, ты самая умная, самая лучшая, самая любимая, самая красивая. И вот на этой фразе американец затроил. Он отказался это произнести своей жене, а жена тут же сидит. Его наставник спрашивает, почему ты не можешь сказать жене, что она самая красивая? Внимание. Он говорит, ну потому что это неправда. Ну для нас ситуация понятная, это называется скутура комплимента, но всегда, когда мы говорим комплимент, мы находим что-то выдающееся в человеке, подчеркиваем это, немного преувеличиваем, правда, чтобы доставить человеку удовольствие. Предполагается, что искренний комплимент, даже если он неправдивый, он должен усладить слух того, кому он адресован. Это культура комплимента, сказать жене, ты любимая, ты самая красивая, но она же самая красивая для тебя. Пусть она в твоих глазах будет самая красивая. Но американец отказался это сделать, потому что это неправда. Слушайте, но ведь он же на самом деле в каком-то смысле молодец. Объективно, если признать, возьмите любую женщину. Всегда есть кто-то выше, худее, красивее, волосы там. У нас разные представления о эстетике. Но всегда есть, возьмите мужчину любого, всегда есть кто-то спортивнее, всегда есть кто-то богаче, остроумнее. Всегда. Невозможно выделить одного человека и сказать, он самый-самый-самый. И действительно, мы должны понимать, что всегда есть люди лучше вокруг. В чем-то одном. С другой стороны, субъективно, для меня мое лучше, да? Но вот эта мысль о том, что вокруг есть кто-то помоложе, посвежее, покрасивее, побогаче или как-то образование больше, да? Это не повод смотреть на сторону, но это повод созидать свое. Согласны со мной? Братья и сестры, если мы считаем людей, с которыми живем, наших возлюбленных, наших детей, наших родителей, наших близких, наших служителей в церквях, наших сестер и братьев в церквях, мы считаем их ценностью. Иисус говорит, собирай сокровище, эту ценность, ты ее формируй, ты ее укрепляй, ты ее усиливай, с ней связано твое сердце, и чем больше ты тратишь на формирование этой ценности, тем больше твое сердце влюбляется в эту ценность. Поэтому благослови нас, Господь, вот ресурс собственной жизни развернуть для созидания брака, который основан на завете. возвращаясь к браку. Последнее, что я хочу сказать сейчас в этой сессии, это необходимость баланса. Сбалансированная жизнь. Мы много об этом знаем. И баланс – это очень библейское понятие, потому что для Бога мерзость в весы неверная. Помните, апостол Павел пишет в послании Коринфянам вроде, говорит, сегодня ваш избыток в исполнении нашего недостатка, а завтра наш избыток в исполнении вашего недостатка. Требуется, чтобы во всем была равномерность. Но мир так устроен, закон баланса, он везде. В нашей атмосфере содержится определенное количество кислорода, азота и углекислого газа. И если кислорода будет больше, атмосфера может сгореть. Кислород – это горючий газ. Если кислорода будет меньше, жизнь будет невозможна или она будет протекать существенно медленнее. Но кислорода в атмосфере ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы нам с вами было хорошо. Все космические тела уравновешивают друг друга, планеты, солнца, звезды, галактики. Все для того, чтобы гармоничный мир существовал, чтобы нам в нем было хорошо, удобно в этом мире. Закон гармонии и также точно внутри церкви. Обычно мы склонны, если поем, выделять музыкальное служение. Если молимся, подчеркивать важность молитвенного служения. Если я учитель, мне важно, чтобы все изучали Библию. Если я хозяйственник, я считаю, что дом молитвы должен быть самым качественным вообще образом отремонтирован. И мы выделяем свое служение, но требуется равновесие, братья и сестры, церковной жизни, баланс, здравое, гармоничное сочетание разных элементов церковной жизни. И тогда церковь развивается. Тогда она эффективно служит и приносит плод. В семье точно так. Безусловно, важен духовный фактор. И, кстати, в рамках нашей встречи сейчас и на втором служении я сознательно упускаю важность духовного, потому что, по моему ощущению, это вопрос, который прокачан. Это такой вопрос, не требующий даже обсуждения. Большинство христиан знают, что духовность важна. знают. Не все это делают. Не все развивают семейный очаг в своей семье. Не все на высоте, но знают точно все о близости с Богом, о важности молитвы, о важности бодрствования. Все знают. И духовный фактор важен, он основной. Это фундамент христианской жизни. Но есть и другие стороны. Естественная сторона, бытовая сторона семейной жизни. Важность эмоциональной связи внутри семьи, качество просто человеческих отношений в браке. Слушайте, отдыхать важно. Важно отдыхать. Христос однажды послал своих учеников отдыхать. Говорит, вам и поесть некогда, поэтому давайте идите, выспитесь, отдохните. Это тоже важно. И если где-то есть дисбаланс, это знаете, как на колесе автомобильном. Важно, чтобы не было биения на колесе. Поэтому человек едет на монтажку и балансирует там колеса, чтобы вращение было равномерное, без биения. Чтобы колесо было отцентровано. А если возникает биение или шишка на колесе выросла, что в результате? Можно так ездить или нет? Как вы считаете? С бьющими колесами можно ездить? Почему? Машина же едет, какая разница? Да, некомфортно, действительно, колесо там стучит, вибрирует, а еще разбиваются амортизационные стоки автомобиля, резинометаллические соединения от этого портятся. Да и кузов, даже обшивка может расшататься, если биение сильное. Да нет, это надо привести в порядок. Машина будет разрушаться. Иногда семейная жизнь, она бьет, потому что не отцентрована. Или человек ушел полностью в работу, ему кажется, что сейчас важно заработать деньги, прорваться, важно сейчас недвижимость, приобрести машину, что-то важно заработать, заработать, заработать. И в этой гонке он пропускает периоды, в которые нужно отдавать себя детям. он пропускает их. Помните, что сказал перед смертью самый великий проповедник 20-го столетия? Человек, который объехал все континенты, благовествовал миллионам, был лучший специалист по организации христианских служений, президенты Соединенных Штатов почитали за честь прийти к нему, не он к ним, а они к нему, Билли Грэм. Ему было 92, когда он ушел к Господу. Его спросил тот из журналистов, если бы вам, Билли, довелось прожить вашу жизнь заново, что вы изменили бы в ней? А он говорит, я бы больше общался со своими детьми. Он бы не посетил еще одну страну, не организовал бы еще один проект ради которого нужно найти пару миллиардов долларов. Он говорит, я бы с детьми с вами больше общался. Какой-то президент, опять же, американский, обещал своему сыну провести с ним целый день. И когда наступил день рождения мальчишки, он выполнил свое обещание и провел с сыном весь день. А потом записал в своем дневнике самый бесполезный день в моей жизни. Он имел в виду, что, общаясь всего лишь с одним человеком, даже собственным сыном, он упустил важные государственные дела. Он мог бы оказывать влияние на жизнь миллиардов людей, решать важные международные вопросы, выстраивать экономическую систему государства. Он мог бы заниматься чем-то полезным, но он провел день всего лишь с одним мальчишкой. Но мальчишка в тот день написал в своем дневнике самый лучший день в моей жизни. Ветхий Завет заканчивается словами. Придет в духе Илии, в силе и духе Илии, чтобы вернуть сердца отцов детям и сердца детей отцам. Нам нужно выполнить эту задачу. Случается и другое, когда человек занят нетрудом, он погружен в служение, и служение это святое. Но Богу не нужно, чтобы мы принесли ради этого жертву своих детей. Совершая рукоположение в наших церквях, я всегда даю следующее наставление дьяконам и пресвитерам. Как только вы потеряете детей, ваше служение нам не нужно. Вы не можете наставлять чужих детей и родителей, если вы потеряли собственное. это нечестно. Поэтому если вы чувствуете, что ваша семья это слабая зона, вернитесь в семью. Даже если нужно чуть меньше уделять времени служению. Баланс братья и сестры. Есть другие люди, которые не в духовном и не в труде, просто на диване сторожат, чтобы диван не убежал из квартиры. Это другая крайность. Нам требуется равновесие. Есть люди, которые по природе свои максималисты. Я, кстати, тоже к таким отношусь. И нам легко дается какой-то рывок. И мы загорелись идеей. Фанатично посвящаем себя этому делу. Как погружаемся в какой-то проект на две недели, на месяц, упуская все остальное. И пусть весь мир померкнет. Пусть планета перестанет вращаться. Но я это сделаю. Сделал. И что-то упустил. И где-то порвалось в жизни. Так не нужно. Баланс семейных отношений, которые строятся из равномерного сочетания духовного, эмоционального, материального, хозяйственного, досугового церковной жизни в том числе. Семья должна быть привита к церкви. Безусловно. Церковь это сильный фактор влияния на семью. И это, безусловно, нужно ценить. Я приглашаю вас к молитве. Давайте мы встанем перед Господом. Поговорите с Ним, позвольте своему сердцу распахнуться навстречу Богу. Друзья, нет быстрых волшебных способов изменить качество своей жизни, своей семейной жизни. Но Библия нам предлагает простые, но как они простые? Узкие пути-то эти, трудные они в каком-то смысле. И простые, и трудные. Надо трудиться над созиданием жизни, созиданием себя и созиданием семейных отношений. Если вы чувствуете, что есть слабая область в вашем браке, помолитесь Господу, примите решение это изменить, сегодня изменить. сейчас изменить. Не молитесь о каком-то чудодейственном влиянии, чтобы что-то само собой исправилось, само собой срослось, само собой случилось примирение, само собой вы как-то чудесным образом, вам упадет с неба то, что вы утратили. Этого не будет. Вам надо это созидать. Сделайте семейное счастье своей ценностью. Отношения с детьми сделайте своей ценностью. не надо говорить о том, как это важно для вас. Сделайте. Начните на это тратить. Тратить время, тратить себя, тратить свою энергию, свою духовность. Начните на это тратить. Примите решение, начните это делать и просите чтобы Бог вам помог, дал сил, мужество, чтобы укрепил вас на этом пути. Продолжение следует... Продолжение следует...